Почти на сутки этот гараж в Эндельсе стал местом заточения для потерпевшего, у которого двое злоумышленников вымогали около 30 тысяч рублей. А этой металлической трубой жертву периодически избивая и требуя денег. Сам владелец гаража проходит по делу в качестве свидетеля. Мужчина объясняет свое молчание страхом. Вообще не знали кто, что, что тут происходит у вас в гараже, не знали? Ну я видел, да, что, ну как били, но в этом не участвовал, я уезжал. Ну они забирали у него холодильник, телефон забирали, как в счет погашения долга. А то, что человек здесь проторчал всю ночь, знали? Это знал, да. Знали? Да. В полицию заявлять не торопились? Ну, давайте честно. Ну, угрожали. А они вам угрожали? Да, расправиться. На кадрах оперативной съемки задержание одного из подозреваемых. На действия сотрудников полиции мужчина реагирует на удивление спокойно. А в отделе с невозмутимым видом он рассказывает свою версию произошедшего. Вы признаете свою вину? Нет. За что? На добровольной основе все, сам отдал. Сам отдал. И в гараже он? Да, в гараже нет долга. А какой долг был? Сколько? Он был должен в передарме, это 18-й год был, займал у брата, порядка 18-20 тысяч рублей. Вы телесные повреждения потерпевшего наносили? Так, я пару пощечинного давал больше, не более того. В том, насколько соответствуют действительности показания подозреваемых, следствию еще предстоит разобраться. Действием задержанных будет дана объективная оценка. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 и частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В задержанном избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...